всем привет сезон заканчивается и чтобы не упускать его последние теплые дни я решил прокатиться по прибалтике Моей основной целью в этой поездке был эстонский остров Саарима. Я там уже бывал в 2014-2016 году, но в этот раз мне хотелось остановиться там на несколько дней, пожить в палатке, благо красивых мест там в избытке. Прогноз не обманул, из Питера я выехал без дождя. Надеюсь и дальше так же пойдет. На подъезде к Ивангороду как обычно останавливают пограничники. Ивангород последнее место перед въездом в Эстонию, где можно заправиться еще по нашим ценам. Ну что, теперь на границу, посмотрим сколько там народу. Двигаю на пропускной пункт. Я специально выехал в будни, народу немного, можно сказать совсем нет. Каждый раз, когда оказываюсь в Прибалтике, какое-то время приходится привыкать как к другому темпу движения, так и вообще к тому, что транспорта на дорогах куда меньше, чем в России. Но в целом ощущения и от движения, и от дорог положительные. Сейчас можно будет даже в такой степени расслабиться. Здесь местные правила соблюдают. Похоже, что-нибудь на Финляндии. В общем, ехать приятно. Возвратясь спокойно. Главное, нет дождя. Когда я еще планировал маршрут, я решил посетить какую-нибудь достопримечательность по дороге до парома на остров. И мне на глаза попался город Ракверя. Все, что я о нем знал, это то, что в его окрестностях в 1268 году состоялась знаменитая Раковорская битва и то, что там есть замок. Ну, туда я и поеду. Это скорее поселок какой-то. По нашим меркам. Сейчас это не как-то город. Что-то мне напоминает очень сильно Псковскую область. Очень симпатичный городок. Зеленый топы. Все аккуратно, газончики. А вот и замок. Сейчас посмотрим. Остановился на парковке у замка. Наверх идет довольно крутая лестница. Одной билет стоит 9 евро. Покупаю и отправляюсь гулять по стенам и переходам. Довольно старый замок. Очень старый. Ну, какой. Здесь, конечно, все отстроили более-менее. Третьяне. Туристам пришли посмотреть. Вообще прикольно сделано. Мне нравится. История у замка довольно богатая. Построенный датчанами в начале 8 века, он за свое существование сменил нескольких владельцев. Немцы, шведы, литовцы и русские. Каждые новые хозяева по-своему укрепляли и перестраивали его. В итоге до наших дней он дошел вот в таком виде. Вот те самые датчане. Внутри довольно много экспозиций, но они небольшие. Скорее, показывающие интерьеры и предметы тех времен как бы в целом. Конечно, были вещи, найденные непосредственно в этом месте, но в основном на воде. На воде, конечно, полного места нет, но атмосфера сохранена. Пойду дальше. Во дворе крепости живут козлы. Самые настоящие, с очень красивыми рогами. Козел. Там еще один. Здорово, животное. Двор представляет из себя скорее место для развлечения детей, чем музей. Тут стилизованы и кузни, места для военных тренировок, таверна. Все сделано очень здорово. Кстати, о таверне. Тут можно и перекусить. Сейчас перекушу в этом замке. Покус и поел. Дальше. Поел, еще разок прошелся по двору и на выход. Рядом с крепостью на холме стоит памятник со здоровенным быком. Пошел туда. Закончил с памятником, вернулся к мотоциклу и двинулся дальше. Хороший городок. Мне понравилось. Замок такой. Там непосредственно истории как таковой, то есть музея как такового, да, в общем-то мало. В основном, как я понял, он рассчитан на то, чтобы детишкам там очень хорошо объяснить, что такое средневековье. Все остальное, оно вторично. То есть, да, там есть какие-то капанины музейные. Ну, то, что оно относится именно к этому замку или там даже к этому времени, не факт. Вот, ну, сама как бы крепость симпатична, все хорошо. Следующая моя цель – загонуть к друзьям в Таллине. Особенных планов на этот счет у меня нет, просто заехать поболтать и дальше. Спустя какое-то время добрался до района Каламая. Так, вот я сюда. Ну, привет. Доехал? Да. Дождем не мочил у тебя? Да. Все в порядке? Да. Встретились, и ребята уговорили мне остаться у них. А утром уже в сторону парома. Из Таллина я выбрался довольно быстро, минут за 20. Привычных питерских пробок нет, дороги почти пустые. Теперь мой путь лежит до городка Вирцу, а там я сяду на паром и попаду на Саарима. Перед паром я заправился и встал в очередь за билетом. Перед паром я заправился и встал в очередь за билетом. По-русски говорите? Да. Здравствуйте. До Саарима. На меня и мотоцикл в один конец вышло 6 евро 40 центов. Мне указали полосу, предназначенную специально для мототехники, и я стал ждать. Куда подошел паром, работник, руководивший погрузкой, скомандовал заезжать. Море было спокойным, поэтому я поставил мотоцикл на центральную подножку и пошел наверх наслаждаться видами. Все, мы отправились. Надеюсь, особой качки не будет. Работа, вроде, хорошая. Спустя полчаса паром подошел к пристани Куевосту на небольшом островке Муху, который соединен дамбой Саарима. Я выехал из железного нутра корабля и покатил. Погода тем временем окончательно наладилась и я двинулся к первому пункту из запланированных мной для посещения. Первым номером в моем списке стоял заброшенный аэродром Кагул. Вроде бы ничего особенного, но именно с него в августе и сентябре 41-го года советская дальняя авиация бомбила Берлин. Задача по тем временам и обстоятельствам весьма трудновыполнимая и несущая большой практической пользы. Но политическая польза в той ситуации оказалась существенная. И немцы, и наши союзники увидели, что даже в тяжелейших условиях первого года войны мы в состоянии ответить врагу. Сейчас от аэродрома осталась только заросшая мхом и травой взлетная полоса. Строения вокруг тоже сохранились, но находятся в состоянии развалин. Немного прогулялся, поснимал видео, прокатился по взлетке и направился в сторону дороги. На обратной дороге чуть не грохнулся на скользкой после дождя грунтовки. Следующим пунктом у меня было посещение утеса Панга, самого большого в Эстонии, 21 метр высотой. Куда я и направился. Спустя примерно 40 километров я выезжаю на парковку возле него. Там уже стоит несколько мотоциклов с латвийскими номерами. Решаю перед осмотром достопримечательностей сначала пообедать. Весь день катался. Теперь надо покрутиться. А то уже прям... Доехал вот на этот самый юз Панга и вот видом на эту красоту точно попушил. Сейчас кофе свалю. Вот, он затепел. Подкрепившись, отправляюсь гулять по берегу. Виды, если честно, замечательные. Я сижу на скамейке. Виды, где стильного ствола дерева. Очень здорово на самом деле. Пожалуйста. Приятная штука. И до мной в море. Наверное, вот... Ради таких мест и таких ощущений стоит видеть. Вставать не хочется. Смотрю никому нею. Здорово. День давно перевалил за половину и нужно начинать думать о ночлеге. Перед этим решаю вернуться в самый большой город на острове Кури-Саари. Прикупить продуктов и заправиться. И уже после этого отправляться к месту ночевки. Решил я сегодня все-таки завязать с путешествиями и заняться ночлегом. Вот прикупил в магазине. Для себя развлечения на вечер. Сосисочек. Вот это его два пива. К нему запуска вышла в 7 евро. Нормально. Можно ничего не разбить. Когда в Питере я искал информацию о возможности ночлега в палатке в Эстонии, однозначного ответа я не получил. Местные тоже этот момент не прояснили. Поэтому я нашел несколько мест, где вставать с палатки было разрешено. Там было оборудовано место для костра и даже туалет. Изобил их навигатор. И вот сейчас я поехал в самое красивое из них, на мой взгляд. Надеюсь, что оно никем не занято. Оно расположено на заливе Тагалахт, рядом с деревушкой Вери. Вот я приехал. Я, честно сказать, в диком восторге. Тут так красиво. Просто офигенно. Если бы не сентябрь, я бы, может, даже искупался бы. Также здесь есть и стол, и где костер разводить, и дрова лежат, и туалет даже есть. Офигеть. И никого. Не торопясь поставил палатку, приготовил ужин. Я отлично провел вечер под третий чай и блеск вул. Утром позавтракал, упаковался и в путь. Сегодня мне нужно найти место, где в годы войны была 315-я береговая батарея, и съездить на маяк в Сырве. Несмотря на то, что всю ночь дождь поливал, погода снова отличная. Еду на самую западную оконечность острова, любуюсь живописными видами. Вот навигатор показывает, что надо сворачивать с дороги. Я поворачиваю на грунтовку. Ух ты, тут мокро. Все. Фигня. Сейчас проедем. Шедший всю ночь дождь основательно намочил скользкую дрененую грунтовку, наполнил колью до краев. Ничего не поворачиваю назад. Тихо, 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 тихо. Ехать было недалеко, километра полтора. Вот. Под этим основанием находятся затопленные казематы. Глубоко. Судя по всему, это вентиляция. Здесь какой-то выход. И вот там еще какой-то люк. Видны скобы, которым спускаться вниз. Тоже все затоплено. Но я это сделал. Я нашел ее. Судьба 315-й бронебашенной батареи в чем-то похожа на судьбу более известной 35-й батареи в Севастополе. Она довольно много крови выпила немцам, но все-таки была захвачена 3 октября 41-го года. Когда кончился боезапас, моряки взорвали орудия, затопили казематы и встретили врага рукопашную. Почти все погибли, а оставшиеся, в том числе и раненый командир батареи, попали в плен. Капитан Стибель отказался от работы на немцев и был казнен. Обратная дорога прошла с меньшими потруднениями. Все, последние буквально метры. Я понимаю, что настоящие труендуристы закидают меня тухлыми помидорами. Но для слонов типа моего такие променады все-таки тяжеловаты. Хотя нет ничего невозможного. Вот все, дорога. Теперь я отправляюсь на самый край полуострова Сырве к маяку. Ничем особенным это место не отличается. Там просто очень красиво. Вот это край, самое интересное, что мы ставим. Плюс Сырве. Тут же стоит маяк. Это уже его вторая инверсия. Мы построили давно, что на этом, в 60-м году там. Надо бы съесть. Сегодня веком. Волны. Прям фотоаппарат на длиной не держится. Приходится вот так держать. Там на самом конце. Спорящие птичьи. Я даже не знаю, можно ли подходить. Заклюют еще нафиг. Там очень много бакланы. Какие-то перелетные. Вот они меня почуяли. Считать, телефончик. Разлетаться. Итак, я посетил все запланированные мной места. Надо искать ночлег. В этот раз я решил ночевать в кемпинге, поскольку у меня почти сели все мои камеры и телефон. А отснятое видео на флешках нужно было сбросить на внешний диск. Давай, маяк. До следующего раза. В итоге я нашел недорогой кемпинг, где было все, что надо. А хозяин любезно разрешил мне воспользоваться его компьютером. Завтра на паром. Двигаю дальше. Утром я собрался и выехал в сторону Куйбасту. Снова не торопясь прокатился через Курисари, потом набрал скорость. И уже через час стоял в очереди на паром. На этот раз в мотополосе я был не один. Разговорились. Парня зовут Игорь, он из Риги. В процессе разговора решили дальше ехать вместе. Маршруты совпадали. Так и поехали. Я маршрут таким образом построил, чтобы по побережью прям по самому ехать. И в Латвии тоже. В Пярну пришлось заправиться. Попутно Игорь показал заправку, на которой можно рассчитаться у продавца, а не выбирать нужную сумму в автоматическом режиме. Когда пересекли границу Латвии, захотелось перекусить, остановились на заправке и решили прикончить то, что осталось в припасах. А вот и Игорь с кофеем идет. Игорь с кофеем идет. Игорь с кофеем идет. Игорь с кофеем идет. Балмер через 6 км налево. Вот уже и город. Мой товарищ Леня работает в своей мастерской, поэтому еду сразу туда. Я вас категорически приветствую. Ты не промок? Угора себе. Ты такие ливни, блин. Опа! В Валмире я пробыл совсем недолго. Уже через день собрался в сторону дома. Ехать до Питера как меньше 500 километров, поэтому стартовал уже во втором часу. Вот и граница. Чтобы уехать из Эстонии, нужно заплатить за транспорт. Это можно сделать как по интернету, так и наличкой в кассе. Добрый день. Пожалуйста. 2,50. Вот так. Прохожу эстонскую границу, а на нашей меня просят выключить камеру. Добрый день. Одна секунда. То, что у вас слева, надо выключить будет. О, извините, я забыл. Ну вот и подошло к концу моего путешествия. Небольшое, но мне понравилось. На Саре мы можем немного посмотреть еще чего. Ну это на следующий раз. До следующей встречи. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова